Село Кротовка, которое входит в состав Засвияжского района областного центра, давно газифицировано. С годами оно разрослось и появились новые домовладения, жильцы которых пользовались либо баллонным газом, либо отапливали дом с помощью электричества. Теперь собственники домов улиц Степная, Лесная и Труда могут поучаствовать в программе догазификации. Для этих целей по плану графику программы в прошлом году в селе построили новый распределительный газопровод. Газовые сети до границ земельных участков домов были подведены бесплатно. Генеральный директор ООО «Газпром» Межрегионгаз Ульяновск, ООО «Газпром» Газореспределения Ульяновск Владимир Камека приехал в село, встретился с его жителями и лично проконтролировал ход реализации программы. В программу догазификации в селе Кротовково города Ульяновска у нас попало 129 домовладений. Это все 100% жителей, которые получили здесь землю и начали достаточно активно строиться. На сегодняшний день 89 заявок удовлетворены в части заключения договоров и начала проектирования. Владимир Камека посетил семью Маклаковых, в дом которых в скором времени придет газ. Нам предложили газификацию в рамках определенной суммы. Нам предоставили на выбор газовые котлы, плиту выбрать в рамках ограниченного бюджета, на который заявлено с газом. Было бы очень замечательно. Это и гораздо экономнее, чем с электричеством. В настоящий момент 90 жителей Кротовки подали заявки на догазификацию. 88 потребителей заключили договоры, а 57 уже пользуются газом. Счастливчики, которые уже газифицировали свои дома, охотно делились впечатлениями. Мы переехали в этот дом 7 лет назад и пользовались всегда газом из баллона. И очень ждали газ централизованный, когда нам подведут его. С баллоном я всегда переживала, когда он у меня закончится. И это происходило в неожиданный момент. Теперь никаких переживаний нет по этому поводу. Очень много платили за электричество, за электрическое отопление. Дом большой, и у всех здесь такие. Сейчас, надеемся, будем экономить. В селе Кротовка весь день работал мобильный офис. Каждый желающий мог проконсультироваться у специалистов Газпром газораспределения Ульяновск о том, как подать заявку, чтобы провести в дом газ и при этом значительно сэкономить. Вместе с газовиками в мобильном офисе работали представители районной социальной защиты, которые разъясняли об условиях получения газовой субсидии. По их данным, на получение адресно-материальной помощи могут претендовать участники ветерана боевых действий, включая СВО, а также многодетные малообеспеченные семьи и некоторые другие категории населения. Для льготных категорий граждан действуют меры социальной поддержки на строительство сети внутри участка и покупка газоиспользующего оборудования. По поручению президента Российской Федерации, размер субсидий не должен быть менее 100 тысяч рублей. Вместе с газовиками в селе Кротовка по домовому обходу жителей участвовали молодогвардейцы. Руководитель регионального отделения молодой гвардии «Единой России» Полина Ганашилина рассказала, что особое внимание они уделяют пожилому поколению, их информированию о программе и ее преимуществах. Главная наша задача – это своевременно и сразу донести жителям информацию о том, что у них есть льготы, у них есть субсидии. И наши активисты имеют этот перечень, где житель уже может сложить полную картину, имеет он право, не имеет он право. Но также наша задача заключается в том, чтобы получить от жителей те или иные проблемы, с которыми они сталкиваются. Чтобы стать участниками догазификации, жителям необходимо предоставить всего три документа. Паспорт, СНИЛ, справа собственности на дом и земельный участок. Консультацию по вопросам подачи заявок на догазификацию можно получить по многоканальному телефону 8 800 350 4907.